Дом Пушкина снова открыт для посетителей. Закончилась реставрация здания. Теперь там новая кровля, пол, стены и система противопожарной безопасности. Деньги на восстановление пожертвовал бизнесмен из России и российское посольство Молдови. Великий поэт провел в этом купеческом домике осень 1820 года. В этой части города, старого города Кишинёва, в основном дома были глинобитные и покрытые соломенной крышей. Этот домик был приличный, каменный, опрятный, как даже писали современники. И здесь останавливались высшие лица Петербурга, Москвы. Домик Пушкина восстанавливали по акварельным зарисовкам Фёдора Наумова, главного архитектора Кишинёва послевоенного времени. Архитекторы – это люди точные, они очень точно всё фиксируют. Поэтому эти акварели мы рассматриваем как фотографии, которые отражают состояние. И мы видим этот домик с разных ракурсов. Последний раз домик Пушкина реставрировали в 1986-м. С тех пор больше всего обветшала крыша. Её полностью отремонтировали. Сейчас кровля сделана из современного материала. Это канадский кедр, очень долговечный. Если будет правильная эксплуатация, то он может прослужить до 100 лет. В доме отреставрировали стены, потолок и пол, стараясь сохранить особенности внутренней отделки пушкинских времён. Непростая задача. Пол в начале 19-го века был глинобитным. В 1986-м при реставрации использовали бетон. Местным специалистам помогали советами эксперты из России. Участвовала также российская сторона, которая приглашала экспертов, оплачивала их услуги по технической экспертной поддержке. Архитекторов, которые приезжали из Москвы. Со времён Пушкина здесь многое изменилось, но только не расположение комнат. В этом доме осталась прежняя планировка. Здесь у поэта была спальня. От гостиной её отделяет небольшой проём. А через этот маленький коридор Пушкин попадал на кухню. И здесь же жил его крепостной Никита Козлов. В следующем году здесь планируют начать реконструкцию других зданий комплекса – экспозиционного и административного блока. Деньги на второй этап реконструкции выделили из госбюджетов России и Молдовы. С инициативой полностью восстановить музей Пушкина выступил Игорь Дадон.